Слушай, мне вот сегодня захотелось вспомнить любимые детские игрушки. Расскажи, с чем ты в детстве играл? Я машинки, солдатики, а ты? Мне нравились конструкторы, а еще я собирала всякие наборы сама из разных мелочей. У меня был набор сыщика, там была лупа, фонарик, всякие разные другие приспособления для расследований. А еще набор для зельеварения из маминых пузырьков от духов и вот разной косметики. Я там смешивала гель для душа, бальзамы и представляла из себя такой веден, который варит зелье. Так, подожди, а как же мягкие игрушки? Ну, мягких игрушек у меня тоже было много, но теперь с ними играет моя собака. Правда, у меня есть одна мягкая игрушка, это медведь, с которой я до сих пор спалю. Милата, а с чего это ты решила вспомнить вдруг детство? У нас сегодня день ностальгии, что ли? Не угадал, у нас сегодня день плюшевых игрушек. Мне кажется, сейчас именно плюшевых игрушек нигде и не найти. Видимо, вышел плюш из моды. Ну, значит, будем это исправлять. Доброе утро, губерния. В студии мягкие плюшевые ведущие Виктор Стеблев. И Катя Перка, а плюш – это же не только игрушки. Я вот вспомнил, что у меня в детстве были очень уютные плюшевые штаны. Какие у тебя интересные воспоминания о плюше. Интересно, совпадают ли они с ассоциациями с жителями губернии. С мишками. Плюшевыми мишками. Мягкий такой, бархатный, приятный из детства. Какой-то мягкий медвежонок, возможно. Детская игрушка советская. Знаете, такие советские игрушки были? Кролик, наверное, плюшевый. С плюшкой. Сладкий какой-то. Юбочка из плюша. Плюшка. Извесь плюшевый. Ну, и вот ткань плюшевая. Древность такая, знаете, архаичность, пожалуй. Нафталином пахнет? Да, пожалуй. Пахнет нафталином немножко. Мы продолжаем наш эфир, и у нас в гостях Анна Ермолаева, адвокат. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас стало очень модным покупать какие-то старинные вещи, винтажные, антиквариат. Как вот здесь не прогадать в плане юридическом, не ошибиться, какие есть подводные камни? Когда вы планируете купить украшения винтажные, либо антиквариатные, либо раритетные, тут самое главное, опять же, обратить внимание, какое изделие вы покупаете и у кого. Если, например, мы, допустим, хотим приобрести брошку, мы ее можем купить либо в антикварной лавке, либо в магазине. Там мы можем быть спокойны за то, что данную брошку никто не украл, и она будет именно винтажная. Потому что магазин всегда очень переживает за свою репутацию, чтобы не получилось так, что подведут своего, грубо говоря, покупателя, и потом останутся какие-то плохие отзывы. Если мы, например, покупаем в интернете, то здесь нужно обязательно обратить внимание, что это за интернет-магазин, почитать отзывы, поподробнее собрать информацию именно не о брошке, а именно, в первую очередь, о магазине, который будет вам продавать. После того, как вы почитали положительные отзывы, тогда уже можно переходить спокойно читать именно касаемо брошки. Что это за брошка, из какого материала она сделана, какой период времени, именно она винтажная или антиквариатная? Потому что здесь тоже есть своя, опять же, разница. Расскажите, какая разница во время. Например, если мы берем винтажную брошку, то это значит, брошке должно быть не меньше 20-30 лет. Если это антиквариат, то тогда, значит, брошка не должна быть моложе 50-60 лет. Опять же, если брать Россию, то этот возраст подходит. Или там, допустим, Великобританию. А вот, допустим, если брошки, они идут уже из США, то это будет, значит, период до 1830 года. А, допустим, если берем мы Канаду, то период до 1847 года. То есть все зависит от того, откуда эта брошка. Помимо того, что мы должны узнать, какой это год, кто производитель, какой материал, нужно, конечно, попросить продавца, который продает вам в интернет-магазине, чтобы он вам прислал не просто фото брошки, а попросить записать видео, чтобы можно было брошку посмотреть с разных сторон. Есть ли потертости. Опять же, попросить, чтобы застежка, она рабочая была, нужно попросить, чтобы застегнули, расстегнули, чтобы не попасться, опять же, в ту неловкую ситуацию, когда вы покупаете брошку, а она не будет застегиваться. То есть нужно будет дальше думать о том, где ее починить. То есть на эти моменты нужно обращать внимание. А если это блошиный рынок, как там? Это же частая история, что покупать какие-то старинные вещи на блошиных рынках. Да, если вы пришли на блошиный рынок, то тут, конечно, уже начинаете вступать в беседу с продавцом, поподробнее узнавать, где, в принципе, сам продавец взял данную брошку, например, и, конечно, спросить, есть ли, допустим, может быть, там винтажная коробочка, либо, может быть, какой-то мешочек от этой брошки, либо все-таки сертификат, а, может быть, у брошки сохранился именно не сертификат, а бирка. Ценник, да? Да, именно маленький такой ценник. Вот, если касаемо сертификата, то это вот может быть вот такой вот небольшой сертификат, который может идти вместе с брошкой, либо там еще с каким-то украшением. Но если даже этого нет, вы смотрите, что эта брошка, в принципе, подходит под винтаж, с учетом, там, допустим, потертостей, вы можете ее уже купить. Ну и, конечно, если это блошиный рынок, то торгуйтесь смело. Вот, конечно, гарантии там 100% нет, что это будет все-таки винтаж, но если вы в этом спец, в принципе, можете купить. Также на блошиный рынок вы можете взять знакомого эксперта, который вам подскажет, как вариант. Я думаю, их лучший вариант. Да, если вы не уверены, что вы сможете отличить винтаж от подделки, тогда берите эксперты и покупайте смело. Сейчас немножко прервемся и посмотрим, стоит ли нам запасаться винтажными зонтиками и дождевиками. Синоптики нам расскажут. В четверг в Самарской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без засадков. Днем 1,6 градусов тепла, ночью минус 1, минус 6 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6,11 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 2, плюс 4, на востоке и юге плюс 3, плюс 5 градусов. Погода в Самаре. Ожидается пасмурное и холодное. Днем 0, минус 4 градуса, ночью 0, минус 1. Атмосферное давление выше нормы. 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43,58%. Не плюшевые, а самые настоящие и очень милые звери ждут вас 29 и 30 октября на выставке животных из приюта Друг Человека. Это выставка спасенных с улицы кошек-собак, которые сейчас живут в приютах и очень мечтают переехать в уютный дом. Вы можете прийти абсолютно бесплатно, взять к себе любого четвероногого, все животные имеют ветеринарный паспорт и готовы к переезду в любящую семью. Вход в выставочный центр Экспо-Волга, где 29 и 30 октября пройдет выставка, тоже абсолютно бесплатный, ваши будущие друзья очень вас ждут. Ну а мы продолжаем. У нас в гостях Анна Ермолаева, адвокат. Еще раз доброе утро. Анна, подскажите, а вот как обезопасить себя при покупке антиквариата или иконы? Может быть, есть еще какие-то возможности, возможные варианты? Если, например, мы планируем приобрести икону, то в таком случае обязательно с продавцом нужно заключать договор купли-продажи. И в этом договоре купли-продажи нужно прописывать полностью все данные продавца, описывать данный товар, например, это икона, описывать все потертости. Также обязательно указывать, что данная икона принадлежит продавцу и никакие третьи лица не имеют на эту икону права. И обязательно еще указать, откуда, в принципе, эта икона у данного продавца. Например, она перешла в наследство от бабушки, от дедушки. Это как вариант. И если, например, нет никакого сертификата, то, конечно, нужно здесь в этом договоре купли-продажи тоже это прописать, что да, такая икона, сделать фотографии и сделать также акт приема-передачи. А почему такая история с иконами именно там? Это, например, с иконами. То есть, в принципе, если мы покупаем бусы, то такая же история. Если мы покупаем, например, дорогостоящие бусы и нет сертификата, то, конечно, рекомендуется обязательно тоже делать договор купли-продажи, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, когда данные бусы могут оказаться краденными. То же самое с иконами. Но у икон есть еще сертификат. Если, то есть, обратить внимание, например, вы покупаете, если икону, то сзади иконы может быть сертификат такой. И тогда уже будет понятно, что данная икона, она все-таки ее не украли, и вы можете ее спокойно купить. Но даже несмотря на этот сертификат, я всегда рекомендую делать договор купли-продажи, акт приема-передачи и делать еще фотографии, чтобы, если какая-то ситуация возникнет, чтобы вы могли свою правоту доказать. Это обязательно. И также делать расписку, составлять, причем ее не просто в печатном виде, а именно, если у вас покупатель, точнее, вы отдаете продавцу деньги наличными, то пусть продавец именно пишет полностью все свои данные, пишет сумму, какую получил от вас, и уже тогда может спокойно покупать. Спасибо. Скажите, а есть какие-то правила, может быть, какие-то внутренние законы, которые регламентируют работу антиквариата и этих служб? Ну, в принципе, здесь работает, опять же, закон о защите прав потребителей. Если мы берем, вы идете в магазин и покупаете антикварную вещь именно в магазине, если вы чем-то будете недовольны, вы можете с претензией обратиться в магазин. Если магазин не реагирует, то тогда еще обратиться вы можете в Роспотребнадзор. То есть всегда есть выход из положения. Но, как правило, если вы покупаете в антиквариатном магазине либо лавке, то магазин всегда идет навстречу и старается не вступать в конфликт с покупателем. Но, кстати, я хотела бы еще отметить, что когда вы покупаете дорогостоящую антикварную вещь, то если вы не уверены в своих силах, что вы сможете оценить по стоимости и вообще, в принципе, по виду данную вещь, всегда берите эксперта, который вам обязательно подскажет. Вот эксперта взять-то можно, а как его выбрать? У любого эксперта обязательно есть высшее образование, есть лицензия, прежде чем он будет, опять же, вам помогать в данном вопросе. И еще, если вы переживаете, опять же, думаете, что вы не можете составить, допустим, тот же договор купли-продажи с продавцом, вы можете обратиться к юристу, а также можно данную сделку удостоверить у нотариуса. То есть здесь есть разные варианты того, что как можно купить, допустим, какую-то вещь. Поэтому будьте внимательны, и если вы в чем-то сомневаетесь, всегда привлекайте еще людей, которые вам помогут в этом вопросе. Спасибо огромное, отличный ликбез. Я думаю, что мы стали компетентнее в антиквариатном деле на 100%. А у меня вообще дома у бабушки стояла вот такая маленькая собачка антикварная на комоде. Очень меня она вдохновляла, очень нравилась. А давайте посмотрим сейчас, как Максим Полагнюк общается с собачками, да еще и проблемными. Как они его не кусают. Да, проходите, проходите. Положитесь на кушетку. Рассказывайте. Ну что ж, очень хорошо, что вы вовремя обратились к зоопсихологу. На самом деле, зоопсихолог сам приезжает к владельцу собаки. И занимается он тем, что он корректирует проблемы с поведением. Это не совсем дрессировка, это могут быть различные методики. Прежде всего, мы работаем с тем, чтобы узнать причины возникновения этого поведения. И затем мы разрабатываем стратегию работы с ним. Мы выдаем домашнее задание владельцу собаки. И затем отслеживаем изменения. Естественно, мы начинаем свой разговор с владельцем собаки. Соседи позвонили хозяйке, квартира мы снимаем. То, что она мешает ребенку спать. То есть начала лаять. Это было не очень долго, буквально минут 20, наверное, перерывами. Но все равно сам момент был. И когда я спала, она сгрызла тапочек, которые я забыла убрать. Потому что моя собака старшая их не трогает. Это как бы в привычке все нормально. А она только учится. Эта проблема называется сепарационная тревога. И она может быть вызвана тем, что у нас, например, недостаточная интеллектуальная анализ. Как мы решаем сепарационную тревогу? С помощью определенных игрушек. То есть обычные игрушки могут не подойти. Нам требуются игрушки, которые помогают закрывать пищедобывающие потребности. Более долгоиграющие. Например, что мы можем использовать дома? Дома мы можем использовать либо какие-то пледы, либо какие-то полотенца. Мы можем взять мелкие лакомства, обязательно делаем. Вот, у нас они подготовлены. Вот, специально для собачки. Да, мы их можем нарезать. Вот, если у вас нет мелких штучек, мы вот сюда все это выкладываем. И сворачиваем это в рулет. Естественно, сначала обучаем собаку в присутствии владельца. Для того, чтобы проконтролировать, что собака не съедает у нас полотенце. Или не съедает этот рулет. И кладем на пол. И по команде «Ищи» даем собачке искать. Как только у нее получилось найти, сразу ее позитивно подкрепляем. Вот, в тот же момент. Ай, молодец. И таких игрушек можно оставлять несколько. В разных углах дома. Для того, чтобы ей было интересно. Ищи. Ищи. Она была замета. Мы вчера приехали с выставки. Закрыли юного чемпиона России. Будем открывать разводную скоро, чтобы отправить к заводчественному разведению. И, естественно, ездовой спорт. То есть будем постепенно вводить нагрузки, постепенно в тренинг вводить. Купим соответствующую амуницию, когда она сформируется побольше. И, собственно, будем покорять трассы. Сидеть, да, а потом ищи. Ой, молодец. Хвалим обязательно. Тем самым собачка может еще проявить свою активность лапками. То есть она может эту игрушку переворачивать. Ищи. Для того, чтобы они оттуда выпадали. Следующий вариант называется флажки. Это такой мешочек. Задача собачки будет открыть этот мешочек. Да, зубами. И достать флажки. У нас все флажки разрезаны на четыре части. Сюда мы прячем лакомство. И один за другим собачка достает эти флажки. Ищет лакомство. Ну и, соответственно, она сама подкрепляется. Самое главное для того, чтобы построить гармоничное отношение с своим питомцем, нужно будет узнать потребности питомца. Не отчеловечивать питомца. А именно выстроить так ваше общение и ваш контакт, чтобы закрывались его потребности комфортным для вас способом. Не через поедание тапок, не через какие-то разрушения. Чтобы вы находили какой-то способ взаимодействия через те же самые игры, которые будут удовлетворять потребности вашего питомца. Продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях Григорий Цезинков, кандидат социологических наук, доцент кафедры отечественной истории и археологии Самарского государственного социально-педагогического университета. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мы сегодня отмечаем День Плюша, который нас так отправляет к истории. Вы работаете в истории по Волжье 20-х годов. Расскажите, каким было то время, что было самым специфическим тогда? Вы знаете, время было неоднозначное. С одной стороны, страшный голод по Волжье, окончание Гражданской войны, разруха. А вот вторая половина 20-х – это небывалый подъем. Это образование гигантского Средневоргского края, столица которого была Самара. Самара была великая в то время. В Средневоргский край входили Пензенская область, Ульяновская, Оренбургская. То есть мы были таким большим образованием в СССР. И, с одной стороны, это тяжелейшие испытания, которые пережили жители. С другой стороны, это строительство новой жизни, появление новых домов, появление электричества в домах. То есть такой контраст. То есть 20-е годы – это годы контраста. Скажите, пожалуйста, а какой была повседневная жизнь, сам быть самарцев? Если мы берем, опять же, первую половину 20-х годов, это очень неприятное место, крайне неприятное. Оно очень дурно пахло. Из-за того, что в Самаре не работала канализация. В Самаре было огромное скопление людей, беженцев, болезни, голод. Но при этом Самара – это была большая стройка. Наверняка многие из вас, зрители, и вы тоже замечали в центре города дома надстроенные. Как раз в 21-м году началась эта программа, так как необходимо было давать жилье людям. Жилья не было, город не рос, поэтому было принято решение надстраивать эти особняки. Надстраивали совершенно безвкусно, как мы видим, но самое главное было дать людям кровь. То есть Самара представляла из себя стройку и, извините за это слово, помойку. Потому что огромное количество нечистот, невозможно их было вывести за один раз. Это была целая такая программа муниципальная, большая. В середине 20-х начали высаживать деревья на наших улицах. Раньше Самара была совершенно без деревьев, только в парках, в садиках. Начали высаживать деревья, чтобы останавливать пылевые заносы, бороться с жарой. То есть Самара стала облагораживаться. Ну и главное отличие, наверное, от современной Самары – это то, что было много трамваев. Трамвайные ветки, они пронизывали всю Самару. До наших дней дожило немного их. Например, трамвай ходил вдоль современной набережной, ходил по Льва Толстого, где они сейчас не ходят. То есть Самара еще была наполнена звонками этих трамваев. А где тогда была граница города, как центр условно? Традиционно мы считаем, что это улица Полевая. Но на самом деле город давно разросся и вдаль. Только эти районы не относились к Самаре, но прилегали к ней. Самара была тесно связана с Тамашевым колоком. Это где сейчас Нагорные улицы. Были огромные поселения в районе современного проспекта Ленина. Вплоть до масленникового трубочного завода, вокруг трубочного завода и вплоть до оврага подпольщиков. Причем, кстати, надо заметить, что овраг подпольщиков – это народное название, ни с какими подпольщиками не связанное. Да, это такой вот уход от налогов. Потому что в царское время не облагались подвалы налогом, а то, что под землей – это подвал. Люди строили один этаж. Цоколь не платили. Да, а все остальное было с цоколью, уходило 3-4 этажа, и налоги не платили. Поэтому овраг подпольщиков. Да, отлично. Скажите, пожалуйста, а можно было бы отличить, чем человек занимается именно по его одежде? Можно ли было понять это? В 20-е, кстати, было уже сложнее. Одевались бедно. Дефицит одежды был страшный в стране. В гражданскую войну, да, после революции. Можно было понять, военный, воевал, не воевал. Да, многие ходили вот в этих гимнастерках стиранных, перестиранных, штопанных. Но можно было, например, очень легко узнать детдомовцев. Потому что как раз детдомам выделяли все лучшее. В том числе они получали иностранную одежду от миссии иностранных гуманитарных помощи. Дети ходили в таких белых панамках. Это была такая мода, большие панамки. Шортики. Пионеров было еще довольно мало. В основном вот ходили в блузах голубых, белых. Шортики, панамки. Взрослое население, повторюсь, одевалось очень плохо. Одежда была очень дорогой. На полную мощь советская швейная промышленность. Она выйдет только к 30-м годам. Одежду берегли, многократно перешивали, подшивали. То есть откровенно плохо были одеты. Давайте ненадолго прервемся. Пока Максим Полагнюк нас продолжает кормить завтраками. Если вы хотите превратить свою жизнь в сказку, начните использовать при приготовлении еды ступу. Одно из моих любимых занятий на кухне. Только вот что я толку и для чего, Наташа, расскажи. Сегодня у нас опять намазки. Сегодня приготовим очень интересную намазку из печеного перца. И ты сейчас разбиваешь кориандр, гвоздику, кардамон и перец чили. Вы не представляете, как это пахнет. Аккуратно. Это прям удивительно. Чтобы не чихал. Так, у меня здесь запеченный перец, который я уже почистила от шкурки. И перекладываю в блендер. Так, жидкость мы не выливаем, она нам еще пригодится. Мы сюда же с тобой добавляем грецкие орехи. Сюда же нам нужно будет чесночок. Гранатовый соус. Мы сюда же добавляем соль. Соль морская, она полезная. Чайную ложку нам с тобой специй. Чайная это половина примерно? Ну да. Ну если что, мы добавим еще с тобой. Так, мы добавляем сюда же белые сухари. Пролченые. Да. И измельчаем. Предлагаю снять пробу. Это я с удовольствием. Нечто удивительное. Подожди, подожди. Я очень люблю постепенно снимать пробы, потому что видно, как открывается в дальнейшем блюдо, когда мы добавляем с тобой новые ингредиенты. Лимонный сок. А гранатовый был сладенький, правильно? Ну да. Вот он слегка так. Так, лимонный сок. Оливковое масло. И мы снова пробиваем лимонный сок. И мы снова пробиваем лимонный сок. Теперь снимай пробу. И смотри, может быть на этом этапе захочется специй больше, захочется чесночка добавить. Может быть прямо капельку специй и немножко соли я бы добавил. И снова пробиваем. Мы с тобой берем кусочек хлеба, намазываем. Изверху уже овощи, да? Да. Можно здесь положить нам с тобой кусочки овощей. Так. Петрушечку. Тебе понравилось? Он такой пеканенький получился у нас прям такой. Я обожаю все остренькое. Поразительно. Сколько вкусов можно себе, не знаю, сочетать. Сейчас я знаю в моде многослойность в одежде. Мне кажется, здесь многослойность вкуса. Поэтому, ребята, будьте такими же модными поварами, как мы с Наташей. Экспериментируйте и готовьте эту вкуснотищу. Всем прекрасного дня. Приятного аппетита и всего вам доброго. Пока. А мы продолжаем. У нас в гостях Григорий Цединков. Здравствуйте еще раз. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какими игрушками играли дети в то время? Вы знаете, игрушек тоже было очень мало. В основном играли настольные игры, у кого были. Причем они были, очень напоминали наши современные. Это кубики, ходы. Но в основном дети играли во дворах и на улицах. Это были уличные, дворовые игры на большие компании. Многие из этих игр, к сожалению, сейчас забыты. Но, например, штандеры. Наверняка многие, кто рос еще в 80-е, их застали. Это вышибалы, которые тогда назывались кондолы. Потому что были такие речевки, заклинания перед тем, как вышибать. Естественно, прятки, казаки, разбойники. То есть это уличные, такие дворовые игры на компанию, не одиночные. Безумно популярными были городки. Причем городки делали сами, вырезали, все строгали. То есть дети проводили большую часть времени именно на улице. Дома компьютера нет, телевизора нет, электричества дома нет, дома делать нечего. Поэтому все игры были именно уличными. А куклы, это было только для детей, семей очень высокого достатка. В основном играли с полежкой какой-то, обернутой в тряпочке. То есть с дочкой матери, естественно, играли, но играли из подручных материалов. Делали сами себе куклы. Тоже касается и сосок, например. Соска до 20-х годов, это тряпочка смоченная чем-то. Как раз только тогда начала работать резинотреста. И появилась знаменитая реклама Маяковского про лучшие соски с младенцем, который сосет соску. Резиновую. Причем приходилось людям объяснять, что резиновая соска – это именно соска, а не тряпочка. Так что с игрушками была еще беда. А как вообще вы восстанавливаете эти истории, узнаете, кто в какие игры играл? Это где-то фиксируется ранее или это просто со слов людей? Вы знаете, во-первых, что это придается из поколения в поколение. А во-вторых, конечно же, об этом известно. Очень часто об этом писали, например, в газетах. Газеты очень подробно освещали тогда жизнь городов. То есть даже детские игры, да? К тому же есть ученые-историки, которые занимаются непосредственно повседневностью. Поднимают мемуарные какие-то документы. Работают в архивах с личными воспоминаниями. И находят, да, действительно, чем люди занимались, реконструируют быт. То есть это даже целый такой пласт отдельной в истории, называется история повседневности. Очень здорово. На самом деле, очень приятно бывает прогуляться по старинному центру Самары. И сейчас мы прям прикоснулись к истории, пообщались с вами на эту тему. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Приходите еще. Прогуляйте по старой Самаре чаще. Хорошего вам дня. Всего доброго. Но мы прервемся ненадолго и обязательно вернемся. В эфире новости на канале Губерния в студии Мария Левина. Здравствуйте. Все для фронта, все для победы. На заседании общественной палаты обсуждают, что уже сделано, а что еще предстоит. Опыт Самарской области перенимают в других регионах. Это касается как и работы по поддержке близких мобилизованных, так и в целом армии. Подробнее в нашем материале. Прычагки хорошие. Эти плотные. Носки полушерстные, да? Это ФБ. Шапочка тоже хорошая. Степка? Да, надо, степень. Легкие запоминания. Члены общественной палаты внимательно осматривают экипировку. И ее, по поручению губернатора, получат каждый мобилизованный в Самарской области. Она идет дополнительно к той, что выдает армия. Все для того, чтобы земляки вернулись домой. И при этом не переживали близкие здесь в безопасности. Их поддержат, им всегда помогут. Эта работа в регионе уже вышла на системную основу. Каждую оперативку, которую провожу лично по понедельникам, мы заслушиваем глав муниципальных образований. И проверяем, насколько, то, о чем мы с ними договорились, чтобы каждая семья военнослужащих была в фокусе внимания местной власти, ведомств соответствовала действительности. Задача поставлена, чтобы каждый глава лично знал каждую семью военнослужащих. В соответствии с сформированным социальным паспортом, знал, какая помощь нужна. Всем мобилизованным от региона выплата в 50 тысяч рублей. Причем никаких заявлений для получения писать не надо. Средства перечисляются, как только из Минобороны поступают данные. Многим уже деньги переведены. Семьям компенсируют траты за детский сад, школьное питание. Это лишь ряд мер, которые действуют для всех. В остальном, индивидуальный подход. То есть, учитывая потребности близких. При этом помогают в регионе и армии. По инициативе фонда инженерами была разработана и внедрена производство «Печка Самаричная». Печь уникальна. Работает на жидком дизельном топливе. Абсолютно безопасна. На ней можно приготовить пищу и высушить пищу. Мобильно. Разбирается и собирается менее, чем за пять минут. В регионе для призывников даже проводят курсы управления беспилотными летательными аппаратами. Кудрокоптеры – незаменимые помощники военных. В частности, они используются для разведки позиций противника. Создали такой класс. Он был первым в России при поддержке Дмитрия Азарова. Помогли и бизнесмены, общественные организации и армия. Мы отправляем несколько уже КАМАЗов в нашу вторую армию. 6 октября сформировали КАМАЗ, отправили. 1 ноября формируем очередную большущую отправку в нашу армию. И я хочу огромные слова признать, не сказал тем представителям бизнеса, которые в этом принимают участие. В работу включились все жители Самарской области. Ведь понимают, насколько важна победа. И делают все, чтобы ее приблизить. Рад и благодарен вам, что нацеливать дополнительно общественную палату просто не понадобилось. Каждый из вас с первого дня, с первой минуты включился в этот вопрос. Вы чувствуете нерв времени. Вы чувствуете там, где помощь нужна. И всегда откликаетесь. Делайте это в опережающем порядке. Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Для будущих спортивных побед. Обновленные стены, современное оборудование и новые возможности для юных спортсменов. Самарские депутаты и общественники оценили качество ремонта спортивных залов в школах областной столицы. Кроме того, обратили внимание на общее состояние образовательных учреждений. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. О результатах и планах на будущее прямо сейчас. Более 80% школ нуждаются в ремонте. Однако проводить комплексную работу в лучшем случае удается в одном-двух образовательных учреждениях за год. Чтобы хотя бы частично преобразить школы, уже принята программа модернизации пищеблоков. Городские парламентарии выступают с предложением о разработке и аналогичного документа по капремонту спортивных залов. Все болевые точки у нас, так сказать, налицо. Сейчас есть федеральная программа по капитальному ремонту в целом школах. Но масштаб потребностей настолько высок по области. Надеемся, что получат поддержку. Но в любом случае мы останавливаться сами не будем. В школе номер 94 на улице Партизанская ремонт подходит к концу. Там были заменены полы, освещение, отремонтированы стены, повешены баскетбольные сетки. Это тот спортивный зал, в котором детям будет комфортно заниматься еще долгие годы. Я считаю это важно. В каждой школе должен быть свой хороший физрук, свой хороший спортивный зал, для того, чтобы наши дети могли развиваться физически. Школа эта у нас живет. И любое помещение имеет износ. Поэтому капитальный ремонт и текущий ремонт необходимо в каждой школе будет делать. Елизавета Должикова, Сергей Костин. Новости губернии. История в деталях. В Самаре завершается реставрация дома купца Маштакова. Напомню, здание является объектом культурного наследия регионального значения. Подрядчику остаются последние штрихи. Какое место старинные вещи обретут в обновленном интерьере, узнала Дарья Химич. Печные заслонки, древние вентиляторы, дореволюционные гвозди. Все эти артефакты найдены в стенах и подполье дома Маштакова. Особенно ценный экспонат – квартирная табличка. Как раз указан номер квартиры, сколько там размер и сколько человек может там помещаться. То есть могут помещаться 10 человек. То есть это некие такие маркеры из прошлого, которые тоже будут у нас размещены как некие музейные артефакты в этом пространстве. В особняке свое место обещают найти всем древностям. К примеру, старую уличную колонку установят в уборную, где она будет выполнять функции смесителя. Таким образом мы восстанавливаем связь между прошлым и настоящим. Мы добавляем технологию внутрь старинной вещи. Она будет работать точно, технологично. Давать температуру, которую выставим, 38, допустим, нужно выставить. Ну, выставили. Смешивать будет все, чтобы ничего не текло, чтобы все работало как часы. Дом Маштакова – уникальный памятник деревянного зодчества. Живой пример бережного отношения к аварийному фонду. Внутри легендарного особняка откроют новое культурное пространство под названием «Заварка». Средства на наполнение дома Маштакова удалось получить благодаря победе в конкурсе на предоставление грантов президента России Владимира Путина на реализацию проектов области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году. Дмитрий Азаров является руководителем комиссии Госсовета по направлению культура. Глава региона сопровождал заявку Самарской области во время прохождения отборочных процедур. В итоге удалось добиться выделения 19,5 миллионов рублей. Большая часть необходимых средств по инициативе губернатора была выделена из регионального бюджета. Это две трети стоимости реставрации объекта. Вся реставрация всего дома идет от областного правительства финансируется. И здесь Дмитрий Игоревич основной помощник в этом плане, потому что благодаря ему также все это осуществляется. Мы все на самом деле большая команда, которая этим занимается. Завершить реставрационные работы подрядчик планируют в декабре этого года. Дарья Химич, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Форсаж по-сызрански. Сотрудникам ГИБДД пришлось устроить настоящую погоню со стрельбой за неуловимым водителем. Наряд ДПС попытался остановить «десятку» для проверки документов, но водитель тормозить и не думал. Он только сильнее нажимал на газ, при этом своими маневрами создавал реальную угрозу окружающим. В какой-то момент бешеная «десятка» чуть не столкнулась со встречной машиной. Полицейским удалось вытеснить беглеца за пределы города, и уже там они открыли огонь по колесам. Только после меткого попадания в шину седан попал в занос и остановился. Оказалось, за рулем был уроженец Ульяновской области. Причины сбегать от наряда у водителя были. Мужчина уже был лишен прав за пьяное вождение. Но это его не остановило. В этот раз он снова выпил и сел за руль. Возбуждено уголовное дело. За повторную езду в нетрезвом виде без прав 32-летнему мужчине может грозить лишение свободы. Больше новостей на нашем сайте соваинфо.ру и в нашем выпуске в полдень. А у меня пока на этом все. Увидимся. Доброе утро, губерния. В студии день теплого мягкого плюша отмечает ведущий Виктор Стеблев. И Катя Перка. Так, предлагаю начать с самых азов. Что такое вообще плюш? Ну вообще это разновидность бархата. Только у плюша ворс чуть мягче и подлиннее. Самые известные изделия из плюша это, конечно, плюшевые мишки. В мире существует более 20 музеев плюшевых медведей и тысячи коллекционеров, собирающих эти милые игрушки. А еще плюшевым мишкам посвящают песни. О них снято более сотни мультиков и написано более четырех сотен книг. Вот такая популярность. Ну одну песню про плюш я точно знаю. Ксюша, 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 юбочка из плюша. Помнишь такую? Как это забыть? А еще я помню повальную моду на вот эти спортивные костюмы из плюша, которые носили в пиры в мир, особенно розовые со стразами, а некоторые даже с этим костюмом еще и каблуки надевали. Да уж, моду иногда просто не понять. Интересно, а что вспоминают при слое плюш жители губерния? С мишками. Плюшевыми мишками. Мягкий такой, бархатный, приятный из детства. Какой-то мягкий медвежонок, возможно. Детская игрушка советская. Знаете, такие советские игрушки были? Кролик, наверное, плюшевый. С плюшкой. Сладкий какой-то. Юбочка из плюша. Плюшка. Медведь плюшевый. Ну и вот ткань плюшевый. Древность такая, знаете, архаичность, пожалуй. Нафталином пахнет? Да, пожалуй, пахнет нафталином немножко. Продолжаем наш эфир. У нас в гостях Дарья Аручева, профессор, заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного института культуры. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что вы такой обладатель коллекции старинных разных тесемочек, декоров. Откуда он у нас появился вообще? Дело в том, что моя семья очень тесно связана с театром. Например, супруг сестры моей бабушки был главным режиссером Большого театра. Это очень известный Георгий Михайлович Геловани. И от него мне в подарок достались из Большого театра антикварные, старинные и винтажные тесьмы, различные рюши, которые я представляю здесь. Они были мной отреставрированы, потому что, конечно, где-то чего-то не хватало, каких-то деталей, бусинок. Те, которые успешно удалось отреставрировать, участвуют у меня и в создании украшений, да, вы можете их увидеть. И некоторые просто у меня как пособия для студентов, потому что история костюма преподается, да, и это хорошее такое действительно наглядное пособие. Но еще у меня две мои бабушки были балеринами, и мой дедушка был премьером нашего театра, и поэтому вот ткани, костюмы и создание, процесс создания был всегда рядом со мной. Небольшая история. Вот эти отрезы бархата, это планировался быть наш занавес, да, но что-то пошло не так, и моему дедушке просто подарили эти отрезы, которые можно было потом использовать, да, В том числе я их применила в рамках реконструкции исторического костюма 1861 года. Мы создали шляпку, сумку из этих бархатов, и поэтому это такое, да, как бы действительно отголосок и театральных каких-то моментов, но в то же время и их можно применить и сейчас, изучить сейчас, да. А вы как-то в преподавании используете, да, вот эти все материалы? Да, конечно. Дело в том, что студентам, конечно же, нужно посмотреть, пощупать, применить, посмотреть, как работают эти ткани. Дело в том, что эти ткани, их уже, конечно, им нет аналогов, это старинные, да, и совершенно другое качество, и другая выделка. И, конечно, когда студенты работают с этими материалами, они, можно сказать, культурно обогащаются и приобщаются к той старинной технологии, к тем методам создания, которые были. Скажите, а вот в чем ценность старинного декора? Дело в том, что, конечно же, несмотря на то, что ручной труд и сейчас культивируется, и сейчас им уделяется большое значение, внимание, то, что создавалось раньше, это другой временной отрезок, другое количество времени. Люди не думали о том, что это очень долго, и вкладывалось то время, которое было нужно, да, вот это ручное кружево дореволюционное. Представьте, сколько труда и времени нужно, чтобы создать эту красоту, да, и поэтому это совершенно другие вещи. И повторить сейчас их могут только художники-мастера, да, а тогда это было нормой производства, чтобы создать костюм, для вас работали такие мастерицы, такие художники, такие, как бы мы сейчас сказали, да, дизайнеры, авторы и так далее. А сейчас? Сейчас есть что-то вот подобное? Есть, но это все равно будет, понимаете, как мы будем говорить о классе люкс, о ручной работе уникальной для вас созданной, да, а ведь тогда другого не было, да, и машинного, как такового, не было. Ну, например, да, вот посмотрите, эти жучки-букашечки, да, это декор с реально существовавшего пальто 30-х годов уже прошлого века, да. Вместо пуговок было? Да, вместо пуговок и как декор располагалось, да, представляете, человеку не хотелось просто гладкий воротник, и он потратил такую ему времени, чтобы создать вот этих потрясающих букашечек, да, а теперь мы их можем уже просто как отдельные авторские арт-объекты использовать. А расскажите, вот что-то сверху, это тоже какие-то броши или что это? Сверху это вот сами непосредственно рюши, которые используются в театральном костюме. Некоторые это действительно дореволюционные вещи, которые используются просто в историческом, да, как мы теперь уже говорим, старинных костюмах и так далее. Эти вот из, именно все из Большого театра мне достались, да, и поэтому, конечно, сейчас мы их можем применять как некий элемент, да, отсылающий нас к историческим каким-то моментам костюма. Они могут использоваться в реконструкциях, ну, кстати говоря, и прекрасно уживаются и в современных каких-то, да, ювелирных изделиях, кутюрных вышивках, да. Конечно, и повторюсь, для студентов показать вот это, это, конечно, бесценно. Они могут это все увидеть, потрогать, пощупать и восхититься тем невероятным мастерством, как это создавалось. Для знатоков это сокровище. Конечно, конечно. А когда вы занимались реконструкцией этих вещей, то вы находили где-то еще детальки именно старинные для этого, какие-то бусы, да? Да, конечно, конечно. Ну, и очень много, на самом деле, людей и владеют, и теми же пуговками, и крючочками, и бусинками, и все говорят, да, от бабушки осталось, от прабабушки осталось. Все это хранится, сберегается. Дело в том, что история мода, она ведь созидательная, она в себя выбирает очень много. История орнамента, история цвета, какие-то фурнитуру, детали, да, и получается, ты аккумулируешь, зная историю костюма, ты аккумулируешь огромный пласт, да? И ткань, и костюм, это как бы квинтэссенция той эпохи, о которой ты рассказываешь, учишь и так далее. Очень интересно, сейчас немножечко прервемся. Как разновенно вы об этом рассказываете. Нашу творческую тему сейчас продолжит Тань Петцина. Между карикатурой и шаржем огромная разница. Художник Марина Полякова добивается портретного сходства. Из выдуманного здесь только образ, часто узнаваемый. Вот, например, принц на белом коне. Правило в основном это чуть больше исполнение самого лица, а остальная фигура, она более мультяшной делается. Ну и, конечно же, сюжет, именно какой-то хобби персонажа, либо профессия. Фигура располагается в центре, а вокруг много деталей. Если человек любит рыбалку, в руки ему дает удочку. Много времени проводит на работе, рядом ставит компьютер и так далее, пока не заполнится все пространство. Наверное, больше половины – это свадебные сюжеты, остальная половина – это рыбаки-охотники. И малая часть – это, конечно, директора и офис. Я, можно сказать, почти всем директорам, наверное, Самару отрисовала и Москвы. Марина рисует на холсте или акварельной бумаге, хотя краски – гуашевые. Выбрала их за способность хорошо смешиваться друг с другом. Несмотря на то, что картины получаются больше декоративные, ей все равно хочется добиться живописности. Внимание уделяет даже фону, поэтому на создание одного шаржа уходит несколько дней. Пытаюсь создать так, чтобы человек влюбился в этот портрет, либо шарж, и он хотел бы сам лично повесить и не положить куда-то на заднюю полку. Это было бы, конечно, больше обидно, поэтому я всегда стараюсь рисовать лучше предыдущего и повышать свою планку. Специально на шаржиста нигде не учат. Марина имеет классическое образование, писала портреты с натуры. Сейчас любит работать по фотографии, причем их должно быть сразу несколько, и лучше с разных ракурсов. Татьяна Пецина, Сергей Костин, программа «Утро губернии». Ну а мы продолжаем. У нас в гостях Дарья Аручева. Скажите, пожалуйста, вот старинные вещи, декор, ткани, в современных костюмах, вещах как-то можно использовать сейчас? Конечно, можно. И я активно к этому призываю, потому что, во-первых, это правильное отношение, да, это как бы разумное потребление в том числе. Вещь должна использоваться. Вещь должна использоваться, и если те же самые ткани, например, это вот старинная наволочка, но она прекрасно еще себя ведет и еще может пожить, например, она могла бы стать той же сумкой какой-то авторской и так далее. И если текстиль позволяет использовать его, да, но если это только, конечно, не, может быть, музейный экспонат, да, разумеется, который требует особого системы режима хранения, тогда это может и должно жить. Я считаю, что это нужно как бы обязательно внедрять в современную музыку. Вы в свои аксессуары как это внедряете, расскажите немножко. Ну, моя, как бы, площадь работы очень мала, да, украшение – это очень маленькая форма костюма, поэтому, конечно, мы говорим скорее о основе тканей, которая применяется, те же, да, бархата и так далее, кружева, и рюши, которые как декор у нас обрамляют и участвуют в создании, как бы, формы, декора, поверхности и так далее. Но на самом деле есть масса дизайнеров, которые применяют и промыслы, да, та же Ульяна Сергеенко, и скань, и финифть, и различные другие техники, приемы, декоративно-прикладное творчество, которое интегрируется в современную моду. Это действительно реально существующая, ныне высокая мода. А скажите, пожалуйста, вот как ухаживать за этим декором, чтобы он сохранился еще долгое время? Это очень трудоемкая история на самом деле, но если мы говорим о тканях, то, во-первых, они должны правильно храниться, не сворачиваться, либо это, да, ровная поверхность, либо даже если вы складываете, это определенные рулоны с прослойкой. Когда вы их разворачиваете, должна быть паротепловая обработка нужного режима, ни в коем случае их нельзя оплавлять, потому что они очень хрупкие, убирается пыль, определенными валиками счищается и так далее, максимально хранится в недоступных для пыли коробочках, можно вот экспонировать, например, в виде наколки, как вы видите, здесь зафиксировано все булавками, да, то есть для того, чтобы это было выложено в нужной последовательности, в нужной плоскости, фиксируется булавочками. Да, а вот эта вещица, подскажите, из чего она? Что это такое? Это вышивка пайетками по сетке, которая может стать, да, это тоже театральный фрагмент костюма, можно использовать как воротник, точно так же можно на каркас из проволоки и металла и создать диадему, потому что со сцены иногда то, что нам кажется драгоценными камнями вблизи, это бусины, это сеточка, это тонкая, чтобы не было лишнего веса у тех же танцоров и актеров, да, чтобы это было невесомое, а издалека казалось драгоценными камнями. А какие вот еще есть такие способы, да, именно создания театрального костюма, такие обманочки, скажем так, немножко, скажите? Ну, очень много их на самом деле, да, я знаю, что сама даже видела, иногда в виде бисера, бусинок, применяли даже приклеенные рисинки подсолоченные, да, в виде кожаных каких-то калетов или доспехов, да, ведь, например, балетный танцор не может себе позволить танцевать в доспехах и латах, вес не позволит или это просто травмоопасно, то есть выдубляется ткань, прокрывается золотой краской, специально патинируется, создается эффект, что это потертая кожа или потертый металл, да, то есть лат. И вот такие техники, приемы, они, конечно, позволяют создать вот ту уникальную иллюзию, да, того обмана, которому мы рады, когда приходим в театр. Спасибо вам огромное, спасибо. Вы удивили, на самом деле, вы удивили такими потрясающими вещами. Ну, а мы продолжаем, друзья. И я думаю, что Марина Баркова в нашу жизнь принесет еще больше прекрасного, потому что она только что вернулась с выставки. Давайте посмотрим. Дина Богусонова известна как эмалир в России за ее пределами. Она в совершенстве владеет этой брутальной техникой, дизайнер и создатель уникальных ювелирных украшений, мастер в области декоративно-прикладного искусства. В этот раз художник открыла новую грань своего творчества – живопись. Именно живопись. Как вы эти работы создаете? Ах, как создаем? Танцуя. Ну, я не знаю, я всегда это очень любила. При том, что графика эмали – это достаточно, ну, камерная какая-то, то живопись у меня, ну, холсты это большие. У меня такое, ну, крупное изъяние. Что мне очень понравилось в Дине – это то, что в каждой работе можно долго и упорно видеть все. Все вплоть до собственных каких-то идей, которые у тебя возникают. Вот, например, картина «Земля» называется. Я на ней очень долго остановилась, да, зависла по-своему, потому что там пустой угол белый и размытый космос. Ну, как мне так показалось, мое личное мнение. И я начала думать, где земля, где, собственно говоря, остальное. Самарский автор вносит в свой неповторимый стиль нетипичные сочетания фигуративного с абстрактным экспрессией, зыбкостью образов, сотканных из утонченных чувств и переживаний. Кстати, Дина Богусонова – чуть ли не единственный самарский художник, работы которого экспонировались и находятся в фондах крупнейшего в России музея современного искусства в Санкт-Петербурге. Эта выставка – это вот такой пик цветения мастерства Дины как художника, как человека и как женщины. Я надеюсь, что этот пик будет продолжаться еще многие-многие годы. А мы всего лишь показали, как это может выглядеть. Цветение Дины Богусоновой можно будет увидеть до 11 ноября. Вход свободный. Марина Баркова, Сергей Костин. Программа «Утро губернии». На сегодня все. Всем хорошего дня. С вами были ведущие Катя Перка и Виктор Стеблев. Пока-пока. Я вот подумал, почему из плюши делают только мишек. Можно же из плюшевых, можно делать из плюша, например, тараканов. Глядишь, с такими игрушками дети и насекомых перестанут бояться. А скорее начнут бояться и плюша, и тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова